Приветствую вас! Я бы хотел начать свой ответ с того, чтобы определить, в чем, собственно говоря, ваша проклятость, или в чем ваше проклятие, если можно так выразиться. В чем, грубо говоря, оно, проклятие, проявляется? То есть, вот вы говорите, что когда человек мне нравится, когда я начинаю чувствовать, значит, к человеку что-то, вот, начинаю проявлять навязчивое беспокойство по отношению к нему, да, вот, и так далее. Так почему же вы считаете, что это проклятие? Ведь вы начинаете проявлять свое беспокойство. Значит, дело не в проклятии, вот, а именно в том, как вы поступаете. Дело не в проклятии, а именно в, например, в вашем выборе, то есть, вот, в том, что вы, ну, как вы поступаете, как вы действуете. В этом все дело. И я бы сказал, что проклятие здесь совершенно не причем. Вот. То есть, вы здесь пытаетесь как-то вот на проклятие перевесить ответственность за свои действия, но нет. Это только ваши поступки. Это ваш выбор. И момент здесь заключается в том, что вы, скорее всего, боитесь одиночества. Вот. Вот. Ну, то есть, просто, вот, просто вы боитесь одиночества. Возможно. Либо человек для вас представляет очень большое значение, то есть, ну, чрезмерно большое. Чрезчур большого значения. Вот. А вопрос, вопрос заключается в том, какое, ну, какое значение. Вот. И почему. Вот это и нужно исследовать. И тогда, когда вы поймете причину, по которой вы, например, начинаете бояться потерять человека, вот, а именно это происходит, вы боитесь потерять человека, и вы боитесь потерять человека. Я полагаю, что все проклятие уйдет. Вот. Тут вот еще хотелось бы, знаете, вас спросить, почему вы нуждаетесь в отношениях 20 лет. То есть, ну, вам сейчас нужно больше думать о своей реализации, например, о своей карьере, допустим. Вот. О том, что вы будете делать по жизни. А вы вот на отношения, ну, сейчас много внимания обращаете. И вот это, мне кажется, нужно поиследовать вам, чтобы понять, что лично для вас представляют собой отношения, ваши отношения. Что они лично для вас значат. Какую лично для вас они несут, к примеру, ценность и так далее. Вот. На мой взгляд, это очень важная история, потому что напрямую определяет вашу мотивацию и ваше, ну, ваше, грубо говоря, поведение. Вот. То есть, если мы хотим понять, что с вами, то начинать нужно с этих аспектов. Вот. То есть, именно с ваших потребностей. Вот. Что вы хотите, что вам нужно, чего вы желаете. Ага. Вот. И, соответственно, ну, как вот так вот. Получается, да, то есть, здесь совсем продиктовано, что вы начинаете навязывать, навязываться. Вот. 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 Вот это очень важно. Вот. Никакой мистики здесь с точки зрения психологии нет. Вот. Происходит это, происходит это именно из-за ваших страхов, из-за того, что вы в себе неуверенны, из-за того, что вы боитесь человека потерять. Вот. И я вряд ли открою вам здесь сейчас какую-то новость, если скажу, что именно с этими моментами, с вашими личными страхами, и нужно работать. Вот. Чтобы вы не реагировали. Вот. На это. Так. Как сейчас. Вот. Ну, что касается людей, то они, конечно, чувствуют, что вы начинаете, к примеру, давить на человека, да, они как бы чувствуют, что это происходит, чувствуют, что вы давите на них. Вот. И, соответственно, это давление, это давление, оно вызывает желание отстраниться от вас, отдалиться от вас и так далее. То есть так, ну, то есть показывает, что вы несете угрозу. Вот. Так что, опять же, здесь никакой мистики нет. Никакой, значит, прокаленности или проклятия на вас нет. То же. Вот. То, что происходит, это, конечно, неприятно. Да. Это, ну, безусловно, это неприятно, но это не какое-то проклятие. Вам может быть легче думать, что это проклятие. Может быть, вам легче думать так. Но на самом деле нет. Это не проклятие. Это просто вот следствие того, как вы, к примеру, себя воспринимаете. Это следствие ваших, ну, ваших, допустим, представлений о себе. Вот. И, соответственно, если вы хотите, ну, как бы, ситуацию изменить, то вам нужно выбрать психолога, вот, и начать психологом индивидуальную работу. Вот. Потому что подобное психотичное поведение, да, вот, говоря психотичное, я имею в виду поведение зависимое, зависимое поведение, вот, подобное зависимое поведение, оно корректируется, но корректируется в результате психотерапии. Вот. Подумайте, вот вы говорите, что, как только, значит, когда человек начинает, мне нравится, да, вот. Вот. Вот подумайте, как вы проявляете свою симпатию по отношению к нему, как вы проявляете. То есть, грубо говоря, какие вы используете для этого средства, способы и так далее. Вот. Это важная история, это очень важный момент. Если вы сможете подкорректировать свои действия, если вы сможете подкорректировать свое поведение, вот, то это будет замечательно, это будет здорово, и вы сможете выстроить здоровые отношения. Но вам нужно определиться со своей собственной целью. Понимаете? То есть, пока что у вас целью являются, собственно, сами отношения, да, и, возможно, у вас человека. А это автоматически делает вас очень уязвимой. Потому что стоит, например, стоит другому человеку вас не нуждаться, то есть, если другой человек не будет вдруг вас нуждаться, то вы окажетесь тут же, тут же, в очень уязвимой позиции, в очень деструктивной позиции, вот. И вот этого допускать мне представляется абсолютно неприемлемым, вот. То есть, в отношении к нему нужно быть более такой самостоятельным. Но чтобы это сделать, нужно понять, почему у вас конкретно, откуда у вас возникает этот поведение. Вот. Это страх одиночества, либо следование каким-то нормам, ну, стремление следовать каким-то нормам, позициям и так далее. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!